В эфире программа «Законодатели». Вас приветствую я, Мария Владимирова, и начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. Это позволит исключить риск социальной напряженности при решении на соответствующей территории таких вопросов. В сегодняшней редакции закона выявление мнений жителей регионов по предложениям о присвоении наименований или о переименовании географических объектов осуществляется в порядке, установленном законами субъектов. Анализ актов законодательства 66 субъектов выявил существенные различия в подходах к регулированию данного вопроса на региональном уровне, в их числе опрос и собрание граждан, публичное слушание, решение представительного органа муниципального образования, на территории которого расположен географический объект. Губернатор округа обсудил с депутатами вопросы трудоустройства населения. Игорь Кошин рассказал о ситуации на рынке труда в округе и предложил депутатам выработать совместные меры по организации занятости населения. На сегодняшний день органами исполнительной власти принимаются всевозможные меры по организации новых рабочих мест для жителей региона, в том числе и в нефтяных компаниях. Проведена большая работа с компаниями-недропользователями, в результате которой с начала этого года предоставлено порядка 194 вакансий. Губернатор подчеркнул, что в округе также созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Администрации принят законопроект о квотировании рабочих мест для постоянных жителей округа. Он передан в собрании депутатов. В ходе дальнейшего обсуждения парламентарии озвучили свои предложения. Одной из точек роста на селе может быть рыбодобыча и рыбопереработка, в том числе организации рыбоприемных пунктов. Вопрос о квотах для приема на работу инвалидов на территории Нейнского округа парламентарии внесли в повестку очередного заседания постоянной комиссии по социальным вопросам. В настоящее время окружным законом предусматривается установление квоты в 3% для приема на работу инвалидов только организациям с численностью работников более 100 человек. В соответствии с поправками работодателям, осуществляющими деятельность на территории округа, численность работников которых составляет не менее чем 50 и не более чем 100 человек, предлагают установить квоту для приема на работу инвалидов в размере 2%. На сегодня в регионе проживают 3204 инвалиды, из них 194 человека в возрасте до 18 лет. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа, в 2015 году Центр занятости населения трудоустроил 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья, при этом 11 из них на специальные оборудованные рабочие места. В настоящее время в округе на учете в Центре занятости состоят 24 инвалида. А сегодня мы будем говорить о развитии спорта в Ненецком округе. Я приветствую законодателя, депутата собрания, депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Соколова. Игорь Николаевич, здравствуйте. Тема развития спорта, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, взята не просто так. На мой взгляд, есть определенные трудности, есть определенные проблемы, но вы как человек, знающий эту сферу деятельности изнутри, потому что помимо парламентской деятельности вы являетесь еще и руководителем Дворца спорта Норд. Можете нам более детально и подробно рассказать текущую ситуацию в сфере спорта в Ненецком округе? Спасибо. Ну, я бы сразу пояснил. Спорт – это такое у нас народное название. На самом деле это целая отрасль. Фокки в деревнях, спортзалы в школах, спортивные клубы в школах, люди скандинавской сподьбой занимающиеся, просто утренняя пробежка, все те, кто ходят в плавательный бассейн, и хоть как-то приезженных здоровым в жизни, все это одна большая отрасль. Ну, мы ее так сокращенно будем называть спорт, ну, чтобы было так короче. Я немножко в истории региона. Так получилось у нас, ну, всем известна вот эта история, в 2008 году полномочия в области спорта, ну, вот так получилось, что они в полном объеме, ушли на исполнение в Архангельской области. Ну, и не только спорт, тогда много что ушло, просто сейчас мы берем конкретную. Ну, тогда казалось, что ничего страшного, ничего не произойдет, так не может быть, люди же остались в мощности, остались, все осталось. Ну, случилось так, что было принято такое мудрое решение тогда исполнительной властью, что учреждения дополнительного образования были на региональном уровне, и они остались в округе. Полномочия ушли, учреждения, ну, такой казус. Ну, так все говорили, учреждения наши, люди наши. Да, люди наши, и работники наши, и те, кто занимаются наши, и так далее. Ну, вот было так. Но финансирование ушло в тот момент из региона. Так сложилось, что я тогда был начальником управления физкультуры и спорта, туризма низкофтурного урока, и вот собственными руками это управление ликвизировал, благодаря вот этому решению на тот момент. Вернулись эти полномочия только, ну, вот, полный календарный 15-й год. Вот эти вот, получается, 5-6 лет, да, полномочия были вот там. Ну, что тут, что хочется сказать? Получилось, что вот за это время, как бы, ничего не остановилось. Понятно, что учреждения работали, но непосредственно спорт, высшие достижения, спортный результат финансирования было сокращено, ну, там, кратно. То есть та программа, которая тогда действовала, вот она. И закон-то о спорте, он, ну, так, по-простому, заморожен был. А окружной закон о спорте был заморожен. То есть он на исполнении был в Архангельской области. Вот, ну, сейчас, слава богу, все это вернулось, все встает на круги своя, но тут мешался вот этот экономический кризис, который явно не поспособствовал тому, так сказать, успешному старту. Ну, я вот, со своей стороны, я уже 20, более 25 лет в регионе, в этой отрасли. В спорте, да? Да, в спорте, ну, в спорте, в физкультуре, можно так говорить. Я, если честно, вот такую ситуацию, как многие это делают, я бы не драматизировал. Вот, сейчас уже богатый опыт, объехал множество регионов, множество городов. Я хочу сказать, что у нас в регионе, ну, понятно, что там со спортом высших достижений не так все гладко, как и везде, ну, по причине, что у нас население не такое большое, как в других городах, там, регионах и так далее. Но вот с остальным, я бы, я даже вот так, если представить, ну, основное и главное, все мощности спортивные, на сегодняшний день функционирующие, плавательный бассейн, дворец Спарта-Норд, лидер, у нас окружное учреждение, труд, и вот сейчас перешли, ну, у нас пять учреждений дополнительного образования спортивной направленности, сейчас два муниципальных, тоже уже окружные. Мощности, получается, окружные, то есть это актив округа. Вот лет, наверное, семь назад я был в соседнем регионе в городе, который крупнее нашего города, ну, получается, четыре раза. Там уже тогда не проходили элементарно турниры городские, потому что не было команд. Ну, получается, что и выездных, наверное, не было, тем более. Ну, и выездных, тем более. У нас все эти соревнования проходят на окружных мощностях, то есть для населения они проходят, нужно просто прийти, подать заявку и участвовать вот в этом. Вот это я вижу, собственно, у нас это ни на минуту не останавливалось. Вот сколько я работаю, все эти турниры, самые массовые, это по игровым видам, баскетбол, волейбол, не футбол, ну, вот я сейчас беру такие, где у всех больше участвует участников. То есть, получается, вот мощности окружны, раз, для детей в рамках учебных программ бесплатно, включая плавательный бассейн. Вот я все время об этом говорю, даже в советские годы, так получилось, что я тоже в этом поучаствовал. В советские годы родители за детей платили за бассейн. В сегодняшний день в Енисском автономном округе за бассейн родители не платят. Ну, и в других городах и сейчас, хоть и не в советское время, люди тоже платят за... Ну, да, да, ну, о чем, о чем и речь. То есть, потом вот эта вот доступность, маленький город, компактный, компактный, все в шаговой доступности. Лыжная трасса, стадион в центре города. То есть, если есть желание, то любой, ну, родители, там, дети, это понятно, любой житель может спокойно этим заниматься, здоровым образом жизни, спортом и так далее. Это наше достижение. Вот, на мой взгляд, это так. Еще раз хочу сказать, что во многих регионах вот эти мощности стадиона, они чьи-то. Приходится их арендовать, снимать, и масса с этим связана проблема. У нас это можно регулировать вот на таком уровне, на уровне субъекта. Вот. Затем, вот на сегодня принято ряд шагов в связи с тем, что я сказал, с передачей полномочий, в связи с принятием 95-го окружного закона. Самое правильное. Все ФОКи, ФОКи это физкультурно-зарительные комплексы, которые, значит, в деревнях, они теперь, ну, так скажем, под одной крышей, под одним администрированием. Создается, создано учреждение, которое будет координировать их работу. Это будет все у нас в одних руках. Это очень правильно. Вот. Затем принято вот уже решение, будет создана спортивная школа. Вот в связи с тем, еще раз возвращаясь к началу разговора, что у нас вот этот спорт в прямом понимании уходил в Архангельск, не было создано учреждение спортивной подготовки, которое было уже на выходе в середине 2007-го года. Вот это вот как раз помешало передача полномочий и его создание. Вот возникла вот эта проблема, про которую мы все слышим, вот то, что не выезжают спортсмены, а соревнования сам в разном уровне, приходится где-то изыскивать средства и так далее. Вот это вот следствие вот того шага. Сейчас принято решение о создании такого 2017-го года, реорганизации создания такого учреждения. А, на базе чего оно будет создать? Ну вот последний, по информации департамента образования, спортно-молодежной политики, на базе лидера. Ну, это еще... Ну, в разработке еще что-то, может быть, поменяется. Но факт в том, что будет, да. И в этом случае тогда, вот, когда будет все саккумулировано в одном учреждении, вот точно так же, как фоки будут под одним началом, тогда, я думаю, что все отстроится и будет, в принципе, проблем вот таких вот, которые сейчас возникают, их быть не должно. Вот это вот недопонимание, что мы едем, не едем. За счет кого, за счет чего. За счет кого, да. То есть это люди будут решать, и они будут заниматься этим профессионально и только этим. Ну, вот, тем не менее, да, вот мы говорим о том, что был несколько заморожен процесс административный, да, так сказать, люди все равно продолжали заниматься спортом, физкультурой, добиваться определенных результатов. И вот мы, например, даже в нашей программе «Спорт 100», который выходит на нашем канале, достаточно часто рассказываем о победах наших спортсменов, окружных на соревнованиях различного уровня. Тем не менее, эта работа ведется, и вот... А так нет, а тут ведь что? Это, ну, знаете как? Она не может остановиться. Если есть тренер, есть спортсмен, как бы это ни называлось, этот процесс не остановить, то есть тренировочный. Вот еще раз повторюсь, вот эти административные нюансы, они вот как-то повлияли, но вот на сегодня это все выравнивается, выстраивается. Вот мне понятна вот эта схема, которая будет работать вот сейчас. Вот ведь надо еще что сказать? Вот учреждения, которые мне повезло руководить. Ну, это я вот такой счастливый руководитель. Я с утра до вечера наблюдаю за улыбающимися людьми. Знаете, вот они... Начинается это с 6 утра. С 6 утра и некоторые дни заканчиваются в 12 вечера, когда взрослые... Вот сложно себе представить, есть группа молодых людей, которые, значит, снимают зал и начинают играть в футбол в 10 часов вечера. Они только приходят в 10 вечера, многие даже спят. Или в 6 утра, когда многие еще спят. Еще спят, да? Или кому-то постарень подняться. Да, причем это 7 дней в неделю, без выходных, и через учреждение в день проходит 600 человек. Ну, порядка там, плюс-минус 600 человек, можем себе представить. То есть я вот наблюдаю вот эту картину. Стало, в связи с правильной демографической политикой, стало очень много маленьких детей и заинтересованных родителей. Они их приводят, начиная с 3 лет. Это в бассейн, скорее всего. Ну, это ближе, конечно, к бассейну, потому что плавание, вид такой, где можно модельничать. Вот, ну и другие виды тоже, на самом деле. То есть я это наблюдаю. То есть растет... Вот на сегодняшний день я беру учреждение, так скажем, мной возглавляемое, мы уже все, мы не влезаем. То есть у нас заняты все мощности. Особенно плавательный бассейн. Там нет ни одной минуты. Мы даже... У нас есть некоторые там вопросы, озорные органы, что мы даже не успеваем воду эту обслужить. Ну, успеваем, на самом деле. Я вот тоже как житель города, да, который постоянно посещал бассейн, сейчас перестала ходить, потому что очень много народу и невозможно. То же самое со спортивными залами. То же самое у нас получается и с игровыми залами, и с тренажерными залами. То есть интерес населения, он прям... Я его вижу. Ну да, он действительно огромный. Да, то есть вот он есть. Потом по утрам, катаюсь на лыжах тоже, по утрам вот эта лыжа-роллерная трасса задействована, пользуется популярностью населения. Просто люди пожилые, скандинавская ходьба, сколько она у нас появилась совсем недавно, ну вот смотришь, это же здорово. Ну да, там свои какие-то турниры проходят тоже. И всё это в нашем регионе. То есть тут просто немножко подправить, чуть-чуть направить. Я думаю, что таких вот проблем, которые возникают, они просто должны уйти, мы с ними должны справиться, это однозначно. Вот если вернуться всё-таки к Норду, учреждению, которое вы возглавляете, ваше видение решения тех проблем, которые существуют с нехваткой площадей? А что проблема? Очень всё просто. Нужен ещё один плавательный бассейн в регионе, это однозначно. Вот. У нас что получается? Плавательный бассейн и спортивный зал, соответствующий полным стандартам, я хочу подчеркнуть, с трибунами для зрителей. У нас, знаете, вот всё, что делается в отрасли спорта, ну, вначале мы договорились, что это всё. Тут философия ведь какая? Олимпиада, чемпионаты мира, все вот эти знаковые события, самые верхние, они для чего? Для того, чтобы привлечь как можно, вообще цель отрасли спорта, привлечь как можно больше населения для занятий физкультурой, спортом, вести здоровый образ жизни. Вот это единственная цель, всё сделано только для этого. Вот у нас нет сегодня спортивного зала, где бы люди могли смотреть под за вот этими вот баталиями. Там на финальные игры, на самом деле, у нас приходят полные балконы. Ну, у нас балконы, у нас вот нет трибуны. Ну, да, только балконы. Залы по площадям соответствуют, зрителям неудобно, мы ничего сделать не можем. Поэтому, а про плавательный бассейн мы с вами уже обсудили, это просто уже вот факт, ему не хватает, ну, катастрофически уже. Мы вот с коллегами на работе, вот целыми днями решаем проблему, кого пустить, кого не пустить, кто пришёл, кого много, кого-то. Ну, на самом деле проблема. Вот такой бы спортивный комплекс, вот, может быть, такой комплексный, вот, и зал, и бассейн, он бы этот вопрос бы снял. И даже ездили, по-моему, в Новгород, да, или где-то делились опытом. Ну, я уже, если честно, в Северо-Запад посмотрел. Тут ещё какая история. Для меня было тогда открытием нашей мегаполисы, Москва-Санкт-Петербург, небольшой микрорайон, стоит четыре огромных спортивных клуба. Зачем? Днём пустые. Есть такая пиковая нагрузка, золотое время вечера. Днём пустые, но вечером все переполнены. То есть, когда люди после работы или выходные дни, то есть, вот, на вот этот пик нас мощности не хватает. То есть, многие говорят, ну, вот, я там был, там пусто, там никого нет, там школьные залы, это, ну, вот это немножко не то. Это то, что касается вот закрытых спортивных объектов. Ну, а вот то, что на улице, то, что не требует, это у каждого, извините, человека в голове. Нужно просто одеть косовки, взять вот эти палки. Главное, желание, чтобы было. Это у нас открытый доступ ко всему есть. Нужно просто, собственно, желание. Или ребёнка заставить ещё, это тоже желание родителей. О желании, да, вот этому заниматься спортом мы сейчас продолжим. Вот я хочу вернуться к решению проблем. Тот закон о развитии физкультуры и спорта в Неменском округе, он позволит решить проблему существующего? Вот, например, Нордан в открытых площадях. Вот, что у нас получилось в результате? У нас теперь, после вот продолжительных этих лет, у нас есть комитет физкультуры и спорта, который только этими занимается. Этого не было, это вернулось. Про учреждения мы с вами уже проговаривали, что будут два учреждения, одно будет заниматься на территории Заполярного района, фоками и учреждения спорта. Закон, ну, так по-простому, вернулся. Вся нормативная база у нас. Нам теперь не на кого пенять, у нас всё в наших руках. Вот, конечно, закон поможет. То есть статистика теперь у нас, регионы, мы же даже, знаете, как мы же, когда я приезжал даже на некоторые семинары, у нас же не было как под... в связи с тем, что управления органами исполнительной власти не было, у нас не было. Была Архангельская область. Теперь мы есть. И всё, что происходит на территории, это всё происходит в субъекте Российской Федерации, в Минске, в области физкультуры и спорта. Поэтому тут все решения приняты. Сейчас только дружно это всё отработать. Ну, ещё раз подчеркну, не сильно, уж так, скажем, прямо повезло в финансовой ситуации, в стране, в округе и так далее. Но вот то, что мы проговаривали там из области здорового образа жизни, школьного спорта, ну, это никуда не уйдёт никогда. Вот у нас традиционно в регионе всё-таки с детсадовского возраста начинают заниматься спортом детки, ну, взрослые там уже как по желанию. Будет ли как-то развиваться направление для детей вот с младенчества, да, занимания, занятия в бассейне там? А вот я же рассказывал, что мы вот уже трёх... И с трёх лет, а ещё раньше. Вот во многих городах прям вот дети только совсем малыши, и уже мамочки начинают с ними ходить в бассейн. Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, у нас такие есть прецеденты. То есть мамочки приходят с детьми, но под свою ответственность они с ними. Мы никому, в принципе, не отказываем. Ну, вот если уж совсем не переполнено. Сейчас у нас целая, наряду с этим, целая программа такая совместная с окруженной больницей, и у нас дети-инвалиды. То есть по отдельной схеме они приходят, занимаются. Ну, бассейн, потому что он для всех показан. Есть виды, где не всем можно заниматься. Бассейн, вот такая вещь, которая, вот, вода, которая полезна всем. Поэтому тут, ну, от нуля и до бесконечности, да, у нас так. Опять же, главное желание. Кстати говоря, про инвалидов. У нас это тоже достаточно развит спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они также успешно выступают и на соревнованиях выездных. Это, опять же, говорит, наверное, о силе воли и о желании человека. И не какие тут финансовые всё-таки, да? Да, ну, вот эти-то люди, яркий пример. Почему на них, вот глядя на них, ты понимаешь, что всё зависит от человека. Люди с ограниченными возможностями, но они хотят, у них есть желание. У нас занимается сейчас группа в последнее время к этому особое внимание. Мы в бассейн приобрели подъёмник, специализированное устройство для людей с ограниченными возможностями. Сейчас у нас идёт процедура установки передачи тренажёров, специализированных для инвалидов. И в этом году по программе будет доступная среда, будет закуплено ещё ряд оборудования для людей с ограниченными возможностями. Вообще здорово. То есть, в принципе, я считаю, что такой шаг серьёзный. Ну и все вот пожелания, я не помню случаев, чтобы мы хоть раз как-то там отказали. То есть, в меру любых своих возможностей, тираны, инвалиды, это первоочередная наша задача. Это здорово на самом деле. Если вернуться к желанию человека заниматься спортом, мы говорим о том, что у нас охват населения огромный, тем не менее, вот так же в собрании депутатов проходили общественные слушания по алкоголизации населения. То есть, получается, что у нас ещё и остаётся такая проблема. Да, но вот у меня мнение очень устойчивое по алкоголизации и по нашему региону, и то, что там вот было, это, конечно, правда, статистика вещь упрямая. Ну вот, знаете, если бы считали не количество, там, я сейчас не помню, декалитров или что, а количество людей, которые вот... Употребляют. Да, выдают вот эту статистику. Я думаю, что мы были бы недалеко там, не как-то мы вторые с конца. Вот почему-то мне кажется так. Потому что если, вернувшись в середину разговора, я вижу обратную ситуацию. И, наверное, может быть, может быть, ещё и это результат той политики, которая у нас была провальная в 90-е годы, и вот это поколение, вот оно. Вот эти детишки, которые четырёхлетние, пришли в бассейн или там другое спортсооружение и на другой вид спорта, вот я думаю, что вот они-то вот туда не попадут уже, вот в эту категорию. Но это надо подождать. Да, вот такая какая-то, может быть, странная, как, ну, перекос. Ну, вот моё мнение такое. Я вот ситуацию бы не сгущал, что у нас вот прям регионы, вот всё вот так вот. Действительно, у нас, да. Все сплошные, вот весь, ну, не знаю, неправда. Я вот этого не вижу. Я не хожу с закрытыми глазами. Ну, понятно, что да, есть. Но вот это моё мнение, на самом деле. Никто там и такой, таких данных цифр нет, но я вот так себе предполагаю. Ну, тем не менее, действительно, если мы все живём в этом городе и можем себе надавить каждый день, что у нас не ходят толпы пьяных людей, у нас люди занимаются спортом. Когда наши спортсмены смогут представить Нианевский округ в составе сборной России, например, на Олимпиаде? Ну, сборная России у нас уже есть, ведь прецедент у нас. Лыжные в гонках, Терентьев. И я сейчас боюсь ошибиться, ну, от сборной России там до тэквондо девочка есть, но от сборной России до Олимпиады недалеко. Понимаете, у нас мало нас, маленькая выборка, понимаете? Вот есть чёткая такая тоже вот, есть спортметрология, сейчас помню, я её учил, хорошо знал. Там были такие примеры, что вот есть тысяча человек, вот там, я вот, тысяча человек будет один, там, не знаю, выше ростом, там, 190. А то есть там даже и рост учит. Ну, если мы сейчас берём, например, баскетбол, а таких команде нужно, там, 12 человек, сколько одного возраста, да? Только мальчиков, например. Представляете, сколько должно быть тысяч населения, чтобы набрать вот эти вот... Ну и что мы? Ну вот, да. И то на этом фоне у нас есть и достижения, и на самом высоком уровне. Ну, я думаю, что и такого спроса всё равно с региона не будет, что где у вас претендент, ну, если будет, то это, ну, будет здорово. Герои будут тогда у нас на территории. Ну, это... Вы не в командных... Это возможно в видах. В личных видах это возможно. Будь талантливый. Совпадёт, вот как вот сейчас совпало вот с тренингом. То есть, получается, совпадёт желание родителей, талант самого спортсмена. Ну, естественно, что там две трети тренер. Ну, и чуть-чуть поможет субъект. И тогда это всё... У нас будут люди и в олимпийские, я думаю, и олимпийские чемпионы тоже. То есть, получается, у нас больше спорта сейчас такое для себя, да? Он больше любительский, нежели профессиональный. Ну, можно назвать так. Ну, школьный спорт, можно по-разному. То есть, все дети школьники. У нас так вот, на самом деле, как-то так может быть. Наша детская свина. У нас уникальная, между прочим, программа. Обучение плаванию. В рамках третьего урока физкультуры. Это, по-моему, очень мало в каких регионах, если там не в единицах. Что получается? Какая логика вот эта программа? То есть, все мы когда-то были в начальной школе. Нас там научили плавать. Плавать, это даже, так скажем, не вид спорта. Я вот так бы сказал, это умение не тонуть. Кстати, да, многие боятся. Умение не тонуть. Живём на самолёте, летим, живём фактически на водоёме. И через период каждый житель Ненецкого автономного округа, так как он является, был учеником, должен уметь плавать. Вот смысл, долгосрочный смысл программы. Вот они все должны быть вот такие. Все сейчас, видите, очень много на федеральном уровне. Вот сейчас совсем недавно наша команда по баскетболу, вот эта школьная баскетбольная лига Казбаска, они выиграли, попали, ну не выиграли, попали на финал. То есть, они на Северо-Западе заняли второй миг. В том году они вообще были, по-моему, седьмые. Это на этапе, там уже на главном финале. Вот о чём говорит. У них есть тренер, он работает у нас. Буквально, не знаю, на днях мне подарил такой буклет. И там наша команда, топ-32, значит, школьных клубов в России. Мы там есть. Это Полярный СО, вот у них эта команда называется. И там, значит, такой, реписка такая. Никто не знает, где Нарин Марк. Но теперь все знают, что умеют играть в баскетбол. Ну, мне так понравилось. Вот оно. То есть, то, что я вам рассказывал при той выборке, это тоже говорит об отношении субъекта вот к этим вертикальным соревнованиям. Там же в чём их основной смысл? Это я говорю про игровые виды. Это баскетбол в школу, мини-футбол в школу, волейбол. Вот это плавание есть такая же. На федеральном уровне. Для того, чтобы выехать с региона на уровень федерального округа, все должны провести муниципальные этапы. Чтобы провести муниципальные этапы, я, может, по-простому, но вот, чтобы было понятно. Чтобы провести муниципальные этапы в каждой школе, мы сейчас взяли за пример баскетбол, должны сыграть в баскетбол. Для того, чтобы сыграть в баскетбол, директору школы нужен учитель физкультуры, который в этом заинтересован, инвентарь непростой, щиты, зал нужен. Только тогда ты сможешь команду с муниципального уровня, на районный уровень, на уровень финала субъекта, то есть получается этим самым решён вопрос этого охвата. И только после этого мы едем на финал, на серверах. Вот знаете, логика. Потому что всем нужно что-то сделать. Причём это козбаскет у них, они всегда дальше пошли, они с командами, которые подают заявки, они дарят форму и мечи в эту школу. То есть не просто так, ребята? Да, у нас вот в те годы, так скажем, до начала вот этих вот падения цен на нефть, и снижение там доходов, у нас же просто директора иными раз отказывались. А зачем нам? У нас вот вроде бы не надо ни вот это, ни вот. То есть есть такие же точно президентские соревнования, президентские, ну это отстроено вот таким образом. Это то, что мы сейчас говорили про охват. Это школьники. Вот самое главное, что есть стимулы, что мнение меняется, да, что наши дети активно себя проявляют, и дай бог, чтобы спорт развивался, потому что действительно без спорта я, вот на мой взгляд, да, у человека не будет какого-то стержня, закалки внутренней, характера и вот стремления по жизни чего-то добиваться, если он не занимается спортом. Ну это моё мнение. Так нет, ну и у нас регион непростой. Ночь, полярная ночь. Надо заниматься спортом. Да, надо заниматься спортом. Ну вот. Вот на этом мы с вами и закончим. Я вас благодарю и желаю успехов в реализации всех задуманных идей и достижения поставленных целей. Это была программа «Законодатели». Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова